Морвокзал Сочи Кафе и рестораны «Боско» для встреч на высшем уровне. Кристина Конограя в этот теплый и прекрасный день я встречаю в Сочи актера, резидента «Камеди Бумен», участника прославленной команды КВН «Парма» Олега Верещагина. Олег, добрый день. Добрый день, Кристина. Добрый день всем. Буквально час назад в одном из сочинских торговых центров ты ввел открытый микрофон. Да. Любой желающий мог прийти и попробовать себя в качестве стендап-комика. Да. Вот как профессионал, скажи, не стыдно за сочинский юмор? Мне не стыдно за сочинский юмор, поскольку я из Перми, живу в Москве, мне за сочинский юмор вообще не стыдно. И, честно, в целом, все как обычно для открытого микрофона. Там есть и профессионалы, скажем так, люди, которые занимаются этим профессионально, выступают здесь в Сочи, и в Краснодаре, и в соседних всех городах, и, может быть, даже ездили в Москву. А есть люди, которые первый раз вышли на сцену и никогда не выходили вообще ни разу, вот решили себя попробовать. Так, в целом, уровень, как обычно, есть весело, а есть не очень весело. Раз сочинцы смотрят на сочинцев, значит, с юмором все в порядке. Олег, спасибо еще раз за то, что ты к нам приехал. Почти каждого нашего гостя что-то связывает с Сочи. Например, именно здесь начинали карьеру многие известные КВНщики. Есть ли у тебя какие-то приятные воспоминания о Сочи и Черном море? Ну, конечно. Я в Сочи тоже не первый раз и, наверное, уже вторую сотню перевалило, как я сюда приехал. В разов. В Сочи частенько бываем, в год не по разу. Тоже я здесь, как и все КВНщики, начинал свою карьеру. То есть я сюда приехал играть, можно сказать, в первый большой КВН, первый раз на фестиваль в Сочи. Было это в далеком 2002, может быть, даже, или в третьем году. Вот, нашей паровой команды. Мы тогда выиграли уже первую лигу. И приехали, как чемпионы первой лиги, как те, которые должны были выйти сразу в вышку. Да куда ты? Да что ты? Ну, кто подиагоналится? Послушай, Клава, давай оставим шкаф, где стоял, а? Я был один из многих, наверное, дебилов, которые приехали в зимние обуви, смехом внутри, в это замечательное место в январе. Я всем говорил, что по географии у меня пятерка, и нет в России такого места, где бы было плюс 20 в январе, а так и оказалось. Что еще связано? Здесь, естественно, куча всяких интересных моментов, поскольку тогда я был не женат, детей у меня не было. Не знаю, можно ли это вспоминать на телевизор, жене, наверное, будет неприятно, но в Сочи все было замечательно. Ну, не знаю, что такого, конкретный какой-то случай. Я катался здесь на мопеде однажды, упал на маяке, ржал весь маяк надо мной, потому что я стоял на одну сторону, не мог достать ногу и упал тупо на эту ногу. Разбился и лоб, ездил с кровавым лбом до Дамагамыса и обратно, был очень счастлив. Камеди Клаб ежегодно проводит в Сочи различные мероприятия, неделя высокого юмора, выступления в рамках Формулы-1, фестиваль в горке-городе, не пора бы и Камеди Вумен что-нибудь подобное организовать? Не знаю, наверное, пора, раз вы просите. Мы с удовольствием организуем. С удовольствием. Я думаю, что можно делать, почему нет? Сам Камеди Вумен, когда я был в Камеди, тоже ездил на фестивали. Пару раз точно на моем веку это были фестивали, где девочки тоже участвовали. И концерты, которые проводятся на фестивалях, они немного не такого форматного телевизионного состояния, а больше там шутятся про то, что произошло в сегодняшний день, так как и резиденты, и все люди живут вместе. И, соответственно, юмор там немного внутриковый. От этого получается ощущение такой большой семьи, в которой есть и резиденты, и нерезиденты, и просто заезжие люди. И туда же пропадали девочки, когда приезжали, всегда было весело. Я думаю, что, я не думаю, а я знаю теперь уже про работу в три года в Камеди Вумен, потому что девочки обладают не меньшим чувством юмора, не меньшим, чем мальчики. И я думаю, что фестиваль вполне может быть, вполне может быть как фестиваль, как угодно, как какая-то выездная, там большая тусовка, с большими концертами, спокойно, я думаю. Однажды Камеди Вумен обязательно сделает. Мы будем ждать, нестерпение. В Сочи, обязательно в Сочи, раз из Сочи позвали. Позовут из Ростова, будет в Ростове. Олег, а твой уход из Камеди Клаб был связан с приглашением в Камеди Вумен или была другая причина? Нет, там, как бы, как сказать, не было такой особой причины. Одену очки для такого ответа, потому что некоторые люди там будут участвовать известные. Дело в том, что все произошло естественным образом. То есть, был некий жизненный цикл нашего дуэта в Камеди Гавра и Олег. Мы показывали миниатюры, так же, как показывали тогда Зайцевы, как Харламов, Батрубинов и куча других парных резидентов. Хрусталев, Васильев тогда еще были. Давай, давай, доставай. И что? Ну, смотри, что. Смотри, сколько визиток. У меня столько же. У меня столько же. Вот, отлично. Смотри, сейчас как в карты сыграем. Так, давай. Ну, смотри, я, к примеру, вот для примера, я хожу, да? Так. Ну, вот, капитан ГИБДД на Рублевке, вот, смотри. Тебе покрыть нужно? ГИБДД на Рублевке. Вот, полковник ГИБДД на Рублевке. Ну, вот, бита. Бита? Бита, да, бита. Отлично. Просто в какой-то момент Гавр вдруг решил выйти из игры, ну, скажем так, пошел в своей жизни на повышение и правильно сделал. То есть он из резидента, который выступает на сцене, превратился в менеджера, превратился в продюсера, превратился в одного из руководящих продюсеров на телеканале ТНТ. И как бы он занимается в том числе и продвижением новых проектов, насколько я знаю. В том числе все вот эти «Почувствую нашу любовь» это тоже его работа. То есть Гавр как бы отщепился, скажем так, остался в этой же системе, но немного с другой стороны. Вот. Я остался как творческая единица один, пробовал что-то в камеди в плане стендапа, но так как, скажем, дуэты были сформированы, напарника мне не дошлось. Не нашлось в тот момент. Все, само собой, как-то так получилось, что я вышел из Камеди Умэн. И вот в тот день, из Камеди Клаба, то есть в тот день, именно в тот день, я не знаю, как так случилось, когда я вышел с утра из Камеди Клаба, вечером меня позвали в Камеди Умэн сняться в одном номере просто. Никому контрактам, приглашениям или еще чем-то. Я снялся в одном номере, сказали, что было здорово, весело, если есть возможность, давай снимемся на следующий пул еще там в трех номерах. Возможность у меня такая с утра появилась в тот день. Вот. Я, естественно, пошел и снялся. Помимо тренадцати номеров, трех номеров, точнее, я снялся в двенадцати и уже на третий пул подписал контракт. Вот. Так попал я в состав Камеди Умэн. То есть все как-то получилось само собой. В этом году ваша красивая команда справила 10 лет на шпильках в последние три года. Ты работаешь вместе с девочками. Конечно, за это время шоу очень сильно прогрессировало. У каждого участника накопился огромный багаж опыта и персонажей. Есть ли у тебя любимые образы на сцене и кого ты не очень любишь играть? Больше всего мне нравится играть то, что я умею играть. То, что я не умею, мне не нравится играть. Это естественно. То есть я не умею играть то, тех людей или те состояния, в которых состояниях я сам никогда не был, либо никогда не встречал таких людей. То есть мне не с чего снять это, скажем так. То есть я не умею играть пьяных, потому что я был в своей жизни пьян один или два раза всего лишь. Вот. Я не пью, и поэтому мне сложно играть пьяных. А так в целом, как вы понимаете, основной моей роли в Камеди Умэн на контрасте с девочками. То есть это такой злобный, противный, иногда выпивающий быдло среднестатистический мужик русский, каким он и должен быть. Вот. И я как бы первый вообще мой номер был, это был человек, который уничтожил свою жену тем, что он приехал из поездки и привез все подарки себе. А-а-а! Ну как? Слушай, классно, классно, классно. Со стороны-то еще лучше выглядит, а? Давай снимай скорее, давай. Давай, давай, давай. Вот так. А, ты себе? Ну конечно себе, а кому еще дурында? Шуба-то мужская? Дал ей померить шубу, то все, и все себе как бы. Я помню реакцию людей в зале после первой съемки моей, все как бы говорили, что это за нахал, вообще что за быдло мужик, зачем он нужен, взял и уничтожил девочку. В итоге как бы постепенно вот все это как-то так сложилось, что вот такие роли я играю. Я играю каких-то беспринципных мужиков, тупорылых это могут быть милиционеры полицейские нынешние, это могут быть коррумпированные естественно какие-нибудь, это могут быть бандиты всякие разные, это могут быть какие-то нехорошие ребята, антигерои, вот их я всех играю с удовольствием. Ну а за психов у нас Саша Бутков отвечает. За психов, неформалов и идиотов и разных непонятных людей это Саша, а он молодец. Главная идея и вдохновитель, комедивумен Наталья Епрекян. Когда начальник женщина, как это отражается на рабочем процессе? Да нормально отличается. Как вы видите, 10 лет успешной работы, замечательно все отражается. Просто надо уметь ставить, как бы, как это правильно называется, не приоритеты, а субординацию соблюдать. То есть в любом случае, вот там сейчас мы снимаем передачу, у нас есть режиссер, оператор, как он мне скажет, так и и делаю. Они все делают так, как скажет Олег Верещагин, да, грубо говоря. Также и здесь, то есть есть у меня начальник Наталья Епрекиана, естественно, Наталья Андреевна, она руководит всем шоу, и поэтому я автоматически, как наемный работник, подчиняюсь ей. Независимо от того, женщина это или мужчина. Я два месяца с тобой, я с тобой сейчас, знаешь, что сделаю. Я, конечно, сейчас очень зол, но вообще респект и уважуха тебе, ты бабок ремень, я тебя к себе на работу возьму. А вообще, как бы, в общении с женщинами, у меня есть некий опыт, у меня жена, две дочки, эти женщины постоянно выматывают мне мозги, как бы, дома. Две из них растут, продолжают, вот, и чем больше растут, тем больше гиборов. Я умею общаться с женщиной, главное дать, почувствовать ей, что она рулит ситуацией. Олег, история практически каждого КВ-чика, который был или связан с какими-то юмористическими проектами на телевидении, похожа на историю Золушки. Кто-то рассказывает о первых вступлениях за гроши в клубах, о килограммах съеденного доширака, об одежде затасканной до дыр. Расскажи, каким был твой путь к славе, с какими реальными трудностями тебе пришлось столкнуться? Ну, на самом деле, то есть, там, я из Пермского края, я занимался спортом, как все ребята мои знакомые вокруг. Все ходили на тренировки, били друг другу морды, забирали деньги друг у друга, потом вечером после тренировок в гаражах. То есть, все как обычно. Вот, вдруг однажды в 11 классе меня позвали поучаствовать в КВНе между 10 и 11 классами нашей школы за свой класс. Все, что мне нужно было сделать, это выйти вовремя на сцену в костюме, коротком платье таком, как бы, шерстяном, синим, я помню, на голые ноги, естественно. Типа я одет был в девочку, в Маше и Медведи была такая группа, на тот момент только набирала обороты. И солистка Лысая Маша была очень популярна, и я выходил в телесного цвета купальной шапочке с медвежонком в руках под эту песню, и в какие-то слова я должен был упасть, и все. Вот была моя роль. Я вышел, так как платья в коротких я не носил, до и после ни разу. У меня были семейные такие трусики, вот. Я надел поверх платья и упал в нужный момент, но упал я ногами прямо к зрителям на растопашку. И я помню даже, как географичка вскакивала и вот так на меня показывала, ржала, вся школа вообще умирала. Я лежу, думаю, как так? Первый раз вышел, всех разорвал, смешнее всех выступил, смешнее всех. В итоге меня позвали после этого феерического выступления за сборную школу поиграть. Там я поиграл 2-3 месяца. Потом вдруг меня потащили играть за сборную города нашего маленького. В Перми мы сыграли пару-тройку финалов, даже наших лиг. И сформировалась сборная Перми, в которую меня тоже вдруг позвали. Самые главные трудности, переубеждения были с моей мамой, которая мне говорила, зачем тебе это надо. Ты пропускаешь тренировки, ты не ходишь в школу, занимаешься какой-то ерундой. Вот иди, закончи институт, устраивайся на работу, на завод и вкалывай там телевизор в кредит и все такое. Я подумал, что так я всегда успею. Вот, попробуем по-своему. Долго спорил с мамой, но потом, когда случилось в КВН «Привет, Бобер», там была такая шутка, и меня вдруг стали узнавать во всей стране. Это для меня было шоком в 19 лет. «Да на вас не угодишь!» «Ну что вы, мама, мы вас так любим!» «Ой, лиса!» «Не лиса, Бобер! Привет!» «Привет!» Я помню, как отец шел с дачи, ему кто-то крикнул «Привет, Бобер-старший!» Мама как бы это увидела, ей стало приятно, что в городе стали ей подходить, сжать руку и говорить, какой у вас сын классный, туда-сюда, тут мама успокоилась. Ну все как у обычных женщин, как только пошли денежки, так сразу они успокоились. Вот, это была самая главная трудность в моей жизни, остальным мне никогда не приходилось ничего объяснять, поскольку я думаю, результат объясняет больше, чем слова, как бы смысл мерится. Смысл мерится. Вот, и вообще как бы я обычный человек, глава семьи, мужчина, моя задача зарабатывать деньги, и просто здесь мне платят больше, чем в любом другом месте. Если бы мне сейчас в библиотеке, библиотекарям предложили больше, я бы сидел там, честно. Я не считаю себя крутым артистом, вообще не считаю себя артистом, никогда не ходил ни в какие театральные студии, ничем таким не занимался, вообще не думал, что я буду когда-то на телевизоре. Но спасибо Александру Васильевичу Маслякову, что всех однажды собрал, и благодаря нему я в Сочи уже в 115 раз. И по стране поездил, спасибо огромное. Вот так я попал в КВН. Все случайно, без всяких постелей, без всего. Совсем недавно зрители могли наблюдать тебя в шоу «Гонщики. Звездная битва». Это я, тот самый парень. Да-да. Я смотрела этот выпуск и, конечно, очень расстроилась, когда ты не попал в суперфинал. Кстати, нету здесь этой девочки, которая выиграла, я бы ее нашел. Ну расскажи, какое впечатление у тебя оставило это шоу, и, конечно, Сочи-автодром. Сочи-автодром – это просто сказка, вот честно. Я открою тайну, я всю жизнь мечтал стать автогонщиком. Всю жизнь. У нас в детстве, когда я был в детстве, у нас не было машины. Главный транспорт наш – это автобус, либо мой велосипед. Я всегда хотел выйти на трассу, на настоящую, формульную, сесть на какой-нибудь настоящий спортивный автомобиль, не просто гражданский, а реально боевой, и попробовать на нем прокатиться, просто ощутить, что это. И эта замечательная программа дала мне шанс такой, и я с удовольствием поучаствовал. Просто проблема в том, что я как спортсмен отнесся к этому мероприятию, а надо было как обычный актер, шоумен, как вы нас называете. Задача была просто сниматься в шоу, а я решил выиграть в соревновании. И от того, что я занял второе место, я сильно расстроился. Человек на белой машине едет так, что как бы мы здесь все не люди. Я вот понять не могу. Я расстроился из-за этого, честно. Два места, где я мог тоже сделать на и об заборах, и поехал бы дальше. То есть, ребят, что, можно к забору друг друга бортовать, что ли, или как? И всем вообще спасибо организаторам, несмотря на то, что я наговорил вам много интересного. Но когда проиграл, я очень доволен. Вы это поняли? Вам нужны были эмоции, вы их получили. Откровенно. Олег, но ты еще увлекаешься строительством мотоциклов. Это правда? И машин, и велосипедов, и электросамокатов, и чего хотите. Да, увлекаюсь. Ты правда сам все это проектируешь и строишь? Проектирую больше, проектирую в голове, меньше делаю, поскольку я не обладаю оборудованием, не обладаю личной мастерской, не обладаю опытом и временем. Но на бумаге и в голове, в теории я все понимаю. Единственные книги в жизни, которые я читал, связаны были только с машинами и мотоциклами. В первом классе, когда мы первый раз пошли в библиотеку на открытые чтения какие-то, и сказали, дети, в конце выбирайте книги. Я выбрал книгу «Спортивные мотоциклы Советского Союза» с 50-го по 85-й год. Это я помню, как сейчас вообще. Я долго читал эту книжку, удивлялся от характеристики и всего такого. Я увлекаюсь, да, появилась когда-то возможность, я решил построить первый мотоцикл. И проект все время в стадии постройки, поскольку это кастомайзинг, ничего не останавливается, всегда хочется что-то улучшить. Этот мотоцикл можно было видеть 3 года, а может быть уже 4 назад в Питере проходила «ИМИС» на тот момент, 2013, наверное. Такая серьезная международная выставка с заездом туда шведов, немцев, соседних там каких-то, афины приезжали, показывали мотоциклы. Там я не был в призерах, но, скажем так, там не дают второго-третьего места, где-то в троечке я был. Первый блин не комом, я обрадовался. Главное, что мою идею одобрили люди, то есть серьезные кастомайзеры, увидели какую-то новую свежую струю. Мотоцикл мы сделали там один, он и был в Москве, был на Чемпионате России по кастомайзингу в Крокусе, стоял в 2014 году и получил приз за самую оригинальную конструкцию. Первое место едет с Туржес на Чемпионат мира, первое место я так пока и не занял, но придет время. Ты так увлеченно обо всем этом говоришь. Да, это мое будущее в итоге. То есть ты планируешь превратить это хобби в бизнес? Конечно. Я хочу, чтобы лучшие райдеры, фрирайдеры и лучшие даунхиллеры этого мира прокатились на моем самокате и вот так сделали в Гоупрошку. И это будет лучшим подарком. Олег, ну вот ты сказал, что в детстве ты мечтал стать гонщиком. А кем мечтают стать твои дети? Полина и Арина? Полина, ей 7 лет. Она уже может примерно отчетливо, последние 2-3 года она говорит, кем она хочет быть. Она хочет заниматься плаванием и быть стюардессой. Вот так. Стюардессам нужно плавание, конечно, в экстренных случаях. Но не желаю. Ну, хочет быть. Потому что, почему у стюардессы, насколько я понимаю. Во-первых, у нее тяга к языкам. Она учит английский. Она там, ну там бывали, отдыхали мы в Испании. Испанские она пытается какие-то словечки выучить. У нее к этому тяга. То есть ей нравится летать. Ей нравится, что стюардессы все время перемещаются между разными странами и городами. И вот это ее подкупает. Не знаю. Но пока из 7 лет, 3 года она твердит, что хочет стать стюардессой. Пол жизни человек хочет стать стюардессой. Ну ладно, окей. Не вопрос. Младшая пока ничего такого конкретного не говорит, кем она прямо хочет быть. Но артистизм, конечно, есть у них. Они все время придумывают какие-то шуточки. Они все время какие-то спектакли пытаются придумать дома. Показывают нам выступления. Есть у нас друзья из Перми тоже, ребята. У них трое детей. И все знакомы между собой с рождения. Ходят вместе в школу, в садик. Вот они в пятером, когда свои пятерочки соберутся, начинают там устраивать огромные спектакли. Всем приходится смотреть. Вот. Местами смешно, местами не смешно. Как сегодня на открытом микрофоне. Позволя козь кобычь. Мышка. Чадут по чадут. Вычеркли. Ура! Ну, я рад, счастлив. Любые начинания я поддерживаю. Любые вообще. То есть я не хочу бы, не хотел бы, если у человека есть желание что-то сделать необычное, я не хотел бы это, естественно, приминать как-то. Ну, то есть, как говорят, не, не надо, не выпендривайся на людях. Не, не, выпендривайся. Если у тебя получается лучше остальных, значит, ты лучший выпендрежник. Ну, маленький состав Comedy Woman растет. Да, растет, растет. Я очень мечтаю, что моя старшая однажды выйдет в Comedy Woman в качестве какого-нибудь ребенка. А не какого-то ребенка приведут для ребенка. Ладно. Мама у нас тоже артистка была. Была? Да. По бальным танцам была, по-моему, если я не ошибаюсь, одним из первых кандидатов в мастера спорта в Пермском крае. Она выигрывала студ-весну в свое время студенческую, когда ездила в Самаре, было как-то. Мы с ней тогда еще плохо были знакомы. Вот. Но такая очень активная, уверенная в себе девушка с серьезным стержнем внутри. Мне такое нравится. У нас с ней каждый день соревнования, кто из нас главней. И кто побеждает? Я, конечно. Поэтому я здесь, а она дома. Кем она работает? Самое главное ее увлечение сейчас в жизни – это фотография. Она детский фотограф. Она фотографирует ее. Ее работы участвуют в конкурсах всероссийских. Ее работы даже были отмечены на итальянском сайте Vogue. И даже наша старшая Полина, будучи главным действующим персонажем на фотографии, висела где-то в Италии, в Пекине даже я видел фотографии. Вот на выставке фотографии детских художников, фотографов точнее. И там висела наша дочь, и висели работы моей жены. Я всегда ей способствую всячески, своей жене. Саша, ты молодец. У тебя есть свое видение. Люди это не раз отмечали. Это вдруг проснулось не так давно, года два-три назад. И я увидел, что это талант, а не просто как бы хочу фотоаппарат, потому что у всех есть фотоаппарат. Ну, хорошо, что ты ее так поддерживаешь. Я рад, конечно. У меня нет вариантов. Иначе не будет супер климата в семье. И мне там долго не прожить. Олег, а из тех зарисовок в Comedy Woman, которые ты показываешь, есть та, которая лучше всего характеризует вашу семью? Нет таких каких-то конкретных миниатюр, похожих на меня. Была одна миниатюра, в которой я однажды выступал. Ну, это была не моя миниатюра когда-то. Просто на концертах я ее выучил и стал делать. Называется Натали Портман. Суть в том, что муж с женой сидят, смотрят телевизор с Натали Портман. И жена начинает говорить, а ты переспал с Натали Портман? Ну, так, если бы меня не было, вдруг вот так случилось бы. Ну, переспал бы. Я говорю, ну, переспал бы. И все, и начинается в обратную замес, что вот такой я кобель, туда-сюда. И в какой-то момент я там сильно ору на свою жену, на Таню Морозову. И в какой-то момент я орал на нее так, что засмеялся, она засмеялась. Я говорю, просто жену мне сейчас напомнило. Как бы вот это был точный какой-то один момент, но это случилось случайно. Это было не по тексту, просто Таня повела себя, как моя жена. Олег, ну, у тебя женское царство и дома, и на работе. А сыне-то мечтаешь? Как все мужики нормальные, конечно, мечтаю. Но если бог даст, то окей, нет, так нет, ничего страшного, я не против. Самое главное, что я однажды понял, что я не буду из своих дочерей делать сыновей. Как многие говорят, вот мой папа хотел сына, поэтому я ходила на бокс, поэтому я делала то, ходила то, рыбачивая, катаясь на велосипеде. У нее есть некоторые моменты, которые ей больше нравятся. То есть она любит там поболтаться на турниках, допустим, старшая. Я помню, когда маленькая родилась, она все лето болталась со мной во дворе. И все лето на турниках, где-то там на каких-то лесенках к мальчикам подбегает, давай знакомиться, сели на качель, там понеслась, давай какие-то соревнования. То есть у нее очень много друзей, мальчиков очень много. Она постоянно в центре внимания среди пацанов, то есть с ними старается на равных гонять футбол, то все. Это не потому, что папа хотел сына, а потому что вдруг у нее самой такое проснулось. Она любит технику, хочет прокатиться на мотоцикле, просит меня научить ее ездить на мотоцикле. Да я с меня бы самого кто научил, как бы вот. Я больше строю, чем езжу. Но раз это все у нее есть, если она захочет, я куплю и спортивный мотоцикл. Куплю вообще. И все говорят, не надо, а я куплю. Потому что мне все говорили, не надо выступать в КВНе, а я выступал. И вот чем все это вылилось. Я думаю, что сам человек всегда больше знает, чем остальные. Чувствует, а я доверяю ее чувствам. Я считаю, что она слишком хорошо развита внутри для своих семи лет. Слишком много понимает. Поэтому в некоторых моментах знает лучше нас точно. Ну главное, что ты ее понимаешь. Да, понимаю. Она такая же, как и я, только девочка. Один в один у себя характер. Олег, в конце интервью герои... Что в конце? Ну ладно. Олег, в конце интервью герои нашей программы делятся с телезрителями какой-нибудь истории из прошлого или новости из ближайшего будущего, о которой еще никогда не рассказывали в средствах массовой информации. Хотим, чтобы и ты с нами поделился маленьким секретом своей жизни. Ничего себе. Для этого надо придумать такой секрет. Ничего такого, чего бы я вам не рассказывал раньше, рассказать нечего. Кроме как 179 мой рост. Точно 179 и вес 74. Я похудел, да, я похудел. Но похудел давно. Года три назад уже. На фотографиях я другой. Потому что всегда одна и та же фотография с бабочкой 2007 года. Я похудел. Я даже потолстел после той фотографии, скажу вам так. Еще плюс 10, а теперь минус 20. Вот такой мой рост. Да, я худее, чем обычный. Да, я худее, чем по телевизору. Классный парень вообще. Худой. Вообще не скажешь, что мне 33, да, Кави? Все думают, что мне 48. Все? Олег, спасибо огромное за такой душевный разговор. Это была программа «Море откровений». Я Кристина Конограй. Смотрите нас ровно через неделю на телеканале «Кубань-24». Морвокзал Сочи. Южная резиденция компании «Боско Дичельеджи». Флагманские бренды в бутиках модной одежды. Косметика и парфюмерия в магазине «Артиколи». Ювелирные украшения и часы «Субли». Кафе и рестораны «Боско» для встреч на высшем уровне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин